Даны А. 61 монета, Б. 103 монеты. Одинакового внешнего вида. Ну, возьмем 103, на самом деле разницы нет. Известно... Напишите на дустро. 103 монеты. Известно, что две из них фальшивы. А все остальные настоящие. Фальшивы между собой две одинаковые по весу. Все одинаковые тоже одинакового веса. Но неизвестно, в какую сторону фальшивая монета отличается от настоящей. То есть тяжелее или легче. И надо за три взвешивания на весах без гирь это выяснить. То есть есть три взвешивания, есть 103 монеты. Две из них фальшивы. Они отличаются. Надо выяснить за три взвешивания. Или они, или легче. Отлично. Господа, все знают такую задачу, когда одна фальшивая монета. Просто давайте... Две это, конечно, интересно и замечательно. Но то есть она всего лишь одна. Сколько тогда потребуется взвешивания? Два. Совершенно верно. Как? Для того же самого числа 103. Как можно разобраться, если только одна фальшивая монета, как за два взвешивания выяснить, тяжелее она или легче? Давайте, давайте. Ну, разумеем. Сколько? 103? 103. Хорошо. Развиваем как-то в 102, 51. Вешиваем. 51. Так, две кучки по 51, да. Да, да, вот здесь. Правильно, если они равны, то это просто взвешиваем с любой оставшейся, но все хорошо. Отлично. Если, например, это вот так. Ну, тогда понятно, что это настоящая. Да. Тогда добавляем, например, к этой кучке, получается, 52. Какой этой? Более тяжелый, например. Ну, какая разница? Я захожу. Более легкий. Вы решили более легкий, да? Да. Добавили более легкий, получили 52 монеты, среди которых... Здесь 26 и 26. 26 и 26. Да. Но в случае, если не равны, значит, вот здесь все равны были. А, и они все настоящие? Ну, да. Значит, это тяжелая монета фальшивая. Отлично. А если не равны... Значит, легкая монета фальшивая. То где-то среди них фальшивая, и значит, она была легкая. Да. Все поняли? То есть, вот случай... Спасибо огромное. Это случай, когда одна фальшивая монета, оказалось, что двух взвешивых достаточно. Ну, кстати, понятно, что одного взвешивая недостаточно, потому что... Весили, но будет все непонятно. Дальше. Теперь для двух фальшивых. Разделим... Отложим, опять же, одну монету. И разделим их на три кучки. То есть, 102 на 3... Да. Тридцать четыре. Да. На три кучки по 34 в каждой. Очевидно, что за два взвешивания мы можем найти равные кучки. Какие из них равны? Что такое, какие из них равны? Ну, то есть, из вот... И что такое за два взвешивания? Два взвешивания. То есть, мы, например, взвешиваем вот эту и вот эту, а они оказываются вот так. Например, больше. Если нашли равно, то уже все хорошо. Да. Ну, за два взвешивания мы можем найти равные кучки и узнать. Если во время первого взвешивания было вот так, тогда что делаете? Тогда мы берем одну из них и сравниваем с вот этой. Если, соответственно, вот так, то вот эти равные. А вот так не бывает? Вот так, да, не бывает. Потому что там всего лишь две фальшивые. Да, согласен. И не могут. Или, соответственно, за два взвешивания мы узнаем две равные кучки и третья больше или меньше. После двух взвешиваний вы нашли две равные кучки. Да. А, и при этом за одно еще узнали третья кучка. Тяжелее или легче? Ну, согласен. Ну, давайте все-таки это нарисуем. Значит, представьте себе, например, что здесь равно, а здесь больше. Ну, соответственно, если здесь будет меньше, ну, от этого будет. Аналогично, я понимаю. Вот, дальше возьмем одну из фальшивых кучек и разделим ее пополам. Не больше. О, одну из равных кучек и разделим ее пополам. 17 и 17. Да. И сравним две вот эти кучки. А, если равно, то... Если равно, то, значит, здесь не было фальшивой монеты. И, значит, здесь тоже не было фальшивой монеты. И, значит, они, ну, либо вот здесь одна и вот здесь. Ну, понятно, понятно. Соответственно, если они... А, если не равно? Да. Если было, например, вот так, значит, здесь была фальшивая. Ну, и в той кучке, которая ей равна, тоже была фальшивая. Тоже была фальшивая. Значит, фальшивая, соответственно, в нашем случае тяжелее. Я понял. Это такой вот вариант задачи, когда одна фальшивая, но симпатичный вариант. А вы не думали, если будет другой остаток определения на 3? Если 34 на 2 не поделится? Тогда надо будет, конечно, придумать какой-нибудь другой способ. Выделим опять эту монету и делим на 2. Ребят, на самом деле было бы здорово разобраться с этой задачей не для числа 103, а для других чисел. То есть, понятно, 61 и 103 по сути ничем не отличаются, потому что 61-1 делится и на 2 и на 3, и 103-1 делится и на 2 и на 3, то есть на 6. А вот интересно поиграться, когда монет будет не количество вида 6К плюс 1. Тогда этот способ уже не сработает. Вот.